Друзья, мы приехали сегодня на презентацию Милены Денеги клипа Чуча. Что это такое и как это будет, давайте вместе с вами посмотрим внутрь. Миленочка, мы тебя поздравляем с замечательным таким сегодняшним событием, как презентация клипа. Кто придумал название песни? Сознавайте. Чуча, ну конечно я, потому что я пишу вообще и слова и музыку. И на самом деле она называлась изначально «Свадебный танец Чуча», но мне, как бы моим директорам всем показалось, что это очень длинное название, мы поставили просто Чуча, мое олицетворение. Ну конечно же текст ты придумала сама, а вот что на тебя такое навеяло, что ты придумала именно Чуча? Ну, на самом деле вообще там такие слова «Становитесь, девки, в кучу, я ведь замуж выхожу, я вам Чучу от Чебучу и цветочки повяжу». «Становитесь, девки, в кучу, я ведь замуж ухожу, я вам Чучу от Чебучу и цветочки повяжу, но теперь гулянки ради не готова все отдать, а на всех мужчин в порядке не тем паче, но плевать». «Я считаю, что девочки должны чебучить Чучу, пока они не замужние». «А когда замуж выходит, надо тоже отчебучивать, согласись?» «Там уже шпилевилица». «Шпилевили?» «Да». «Скажи, пожалуйста, кто тебе помогает в выборе твоего стиля на съемках?» «Стиля чего?» «Твоего». «Одежды». «Вот видите, платье такое красивое, безумное, все в перьях. Тут тысяча перьев, на самом деле. «С тобой даже видишь, прям, слились практически». «Этот образ мне сделала своими руками и придумала очень креативный продюсер, и она на самом деле олицетворение женственности, это Анастасия Люсо. Настенька, это платье, не знаю, везла из Твери, она сама и в Твери работает, и в Москве работает. И я очень благодарна ей за то, что она меня увидела именно как птицу-королеву такую. Потому что, на самом деле, наверное, любой женщине приятно, когда ее олицетворяют жар птицы. «Вот у нас очень яркая девушка, мы это все уже заметили. Есть бомонты твоих ног, мы знаем. Поделись своим секретом красоты». «Я такая задумалась, на самом деле». «Да, мы вот такие гаверзные вопросы всегда задаем». «Первый секрет красоты – это папа. Второй секрет красоты – это мама. И третий секрет красоты – это шпилевиля. Если у женщины нет шпилевиля, то она несчастлива. А если женщина несчастлива, у нее ни глаза не горят, ей не хочется за собой следить, ей не хочется ничего делать». «Так, вот теперь у всех сейчас будет один вопрос. Шпилевиля как часто надо делать, чтобы хорошо выглядеть?» «Каждый день, везде, в обед, утром и вечером». «И практически как еда, согласись?» «Да, пойдем в шпилевиля, да». «Нет, на самом деле, это шутка, как бы. Ну, как бы, шпилевиля, на самом деле, секс – это здоровье. Это всем известно, потому что все болячки женские возникают как раз-таки от того, что у нее нет мужчин. Скажи, а ты постоянно…» «Пятый раз замужем, да». «Какой раз еще раз?» «Пятый». «Вы слышали, да? Вот поэтому вот женщина такая у нас всегда молодая, красивая, обаятельная, роскошная, яркая и никогда не боится экспериментировать. Ты, наверное, с мужчинами тоже экспериментируешь, да?» «Ой, вы знаете, наверное, экспериментируют они со мной, потому что все-таки в отношениях с мужчинами я такая круткая девочка-монашка». «А, вот так вот, девушка-монашка, но все время очень яркая и отжигательная». «Когда я от них уже убегаю, тогда я уже станусь яркая, павлин. Знаете, как павлин ходит, никому не интересно, а потом, когда он распрыскает свой хвост, он становится всем интересен». «Скажи, пожалуйста, а ты все время работаешь с одной и той же командой?» «А, смотря в чем?» «Ну, команда по созданию песен, команда по съемочной группе в плане клипов». «Дело в том, что я работала очень много с разными людьми, понравилось мне очень работать с Игорем Логиновым, который является саунд-продюсером очень многих звезд, Димы Биланы и Аллегровой. Он действительно креативный человек, но мы с ним иногда спорили. Но мне захотелось все-таки дать возможность молодым людям в саунд-продюсерстве продвинуться. И поэтому в данный период времени я выбрала себе саунд-продюсера, это Алексей, он живет в Беларуси. Я забыла его фамилию, Леш, прости, пожалуйста». «Ну, он понял». «Он очень креативный человек, и он не боится моих пожеланий делать что-то новое. Потому что у всех почему-то я с какими-то рамками ассоциируюсь. Я на самом деле не знаю. Я люблю иногда в песне стиль Будды Сэма, какой-нибудь роковый. Иногда я кроткая, не знаю, такая как…» «Лиричная, между прочим». «Вы сегодня услышите программу, потому что первая песня, она просто очень такая открытая, кричащая. А последняя уже называется «Шпиль и Вилья». «Милен, спасибо тебе большое за то, что ты пишешь такие очень трогательные песни. Очень мало кто об этом знает. Я знаю». «Спасибо большое». «За то, что ты такая яркая, за то, что ты не боишься экспериментировать, за то, что ты вот такая, знаешь, как солнышко. Всегда заходишь и озаряешь своей потрясающей энергетикой. Так что я тебе от себя лично желаю творить, быть любимой, счастливой. От этого будешь еще больше светиться, еще больше будешь давать нам своего творчества. Поэтому мы тебе желаем огромного, огромного, я не знаю, женского счастья». «Шпиль и Вилья», на самом деле, как бы, я смотрю постоянно тоже на тебя. И вот ты олицетворение женского счастья, потому что я не до конца счастлива, я тебе честно скажу. Мужчины, любовь и так далее, но я еще не мама. А вот женщина все-таки счастлива становится до конца, до небес, когда у нее появляется ребенок. Мы у тебя все еще впереди, правда? Спасибо большое. Но теперь гулянки ради, не готова все отдать. А на всех мужчин порядок, мне тем паче наплевать.